Приветствую вас! Я посмотрел ваш вопрос, значит, прочитал ваш текст. Я не читал ответы своих коллег, по крайней мере не все. Поэтому, может быть, где-то в чем-то мой ответ будет совпадать с тем, что вам уже писали. Если что, простите, пожалуйста. Я постараюсь ответить вам на ваш вопрос, ну, скажем так, по-своему. Итак, я стыжусь своего парня, впечатляю. Нет, Валерия, вы не можете стыдиться своего парня, потому что... Человек, который ведет себя с вами каким-то определенным образом... Да? Человек. Это человек. То есть, это закрытая... Такая... Эко-система... Которая... Управляется... Своими... Регулирующими... Эм... Механизмами, да? И... В общем-то... Самостоятельно несет ответственность за то, что... Делается, за то, что... С ней происходит... С этой... Эм... Системой... И так далее. Вы не можете нести ответственность за другого человека. Вы не можете стыдиться другого человека, потому что вы... Как бы... К нему, да? К этому человеку... Отношения имеете ровно настолько, насколько вас... Эээ... Связывают... Связывают... Связывают что-то. Вот. Но вы не ответственны за него. За этого человека. Вы, грубо говоря... Не мама этому человеку. Да? Вы ему... Эээ... Не воспитатель. Вы не... Эээ... Впрягались за него. И так далее. То есть, у вас здесь есть... Проблемы с личными границами. Проблемы с личными границами. Проблемы с личными границ... Это... Где заканчивается моя ответственность, и заканчивается... И начинается ответственность другого. Это вот... Проблема личных границ. И... На мой взгляд... Начинать нужно именно с этого. На мой взгляд. Со своих личных границ. Эээ... С того, за что ответственны вы. Эээ... С того... Как... Эээ... Часто... Вы... Испытываете чувство вины... Эээ... Ну... Собственно... Перед кем-либо. За... Что-либо. Собственно... Эээ... И так далее. Чувство вины... Это, по сути, и есть... Эээ... Возлагание на себя... Большей ответственности, чем... Эээ... Вы не стыдитесь молодого человека. Вы не можете его стыдить. Вы либо стыдитесь... Чего-то в себе... Либо... Эээ... Вы... Обвиняете в себе. За что? Почему я так говорю? Почему я так говорю? Эээ... Дело в том... Дело в том... Что... Понимаете... Если... БЫ... Вы... Действительно... Вот... Стыдились человеком... Вы бы... НИКОГДА... С НИМ... НЕ СТАЛИ БЫ ВМЕСТИ... ВЫ НИКОГДА БЫ НЕ ВСТУПИЛИ В ОТНОШЕНИЯ... С ЭТИМ ЧЕЛОЕКОМ... БЛИЗКО НЕ БЫЛО БЫ ВАС... РЯДОМ С НИМ... НО... ПОСКОЛЬКУ... ВЫ... ВЫ... ВСЕ ЖЕ... Эээ... С НИМ... ПОСКОЛЬКУ ВЫ ВСЕ ЖЕ ВМЕСТЕ... То я полагаю, что... Здесь есть, ну... Совсем... ДРУГОЙ АСПЕКТ... НЕЗЛИ ЧЕМ, ВОТ... ЧТО, ЧТО ВЫ... ПИШЕТЕ... ИТАК... И... ИТАК... Эээ... Стыд, это либо... Проекция, да, то есть... НАЛОЖЕНИЕ... НАЛОЖЕНИЕ... Эээ... НАЛОЖЕНИЕ ТОГО... ЧЕГО... ХОЧЕТСЯ ВАМ... Например, или... ИЛИ ТОГО... ПО ПОВОДУ ЧЕГО ВЫ ПЕРЕЖИВАЕТЕ... НА ДРУГОГО... А... ЛИБО ИНТРОЕКСИЯ... То есть... ВИДЯ КАК... ДРУГОЙ ЧЕЛОЕК... Ээээ... Значит... Что это делает, видя как... ДРУГОЙ ЧЕЛОЕК... Эээ... ЧЕМ-ТО ЗАНИМАЕТСЯ... Эээ... Вот... Вы, соответственно, эээ... Испытываете за это стыд. Вот этого... У этого есть... У этого есть... Ээээ... СВОИ ПРИЧИНЫ. Причины достаточно... Глубокие, да? То есть... Вот... Ну, например... По какой-то причине... Эээ... 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 ЧЕ ВЫ... ЧЕ ВЫ... ЧУСТВУЛИ БЫ... ВИНУ... ВИНУ... Эээ... 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 ЧЕ БЫ НЕ ДЕЛАЛ ДРУГОЙ ЧЕЛОЕК... ЧЕМ БЫ ОН НЕ ЗАНИМАЛСЯ... ЧТО БЫ ОН НЕ ВЫТВОРЯЛ... Да? ОТВЕТСТВЕННОСТЬ... Ээээ... Ээээ... Эээ... НЕСЁТ ОН... А НЕ ВЫ! Далее... Он часто ведёт себя очень по-детски... Глупо шутит... Может закрыть лицо руками... И начать громко изображать, что он плачет... Это раздражает больше всего... Эээ... ГОВОРИТ НЕ ВПАПАП... Ну вот смотрите, опять же... Эээ... Мужчина часто ведёт себя по-детски... Глупо шутит... Может закрыть лицо руками... И начать громко изображать, что он плачет... Что в этом плохого? Какой от этого вред? Ну я не знаю... Эээ... Помимо того, что... Вы стыдитесь... Его друзья... Принимают его таким... Наверное... Они общаются... Никаких проблем нет... Эээ... У него наверное есть работа... Он... Он наверное... Как-то обеспечивает себе... Себя... Вон... Он самостоятельный, я полагаю... То есть для него... Подобное поведение является нормой... Ну... Пока что... Возьмём за... Аксиому... Этот постулат... Для него... Подобное поведение является нормой... Вас... Это раздражает... Возникает вопрос... Так... Ответственность... За то, что вас раздражает... Его поведение на ком... На нём... Отнюдь... То есть... Если он... На... Нашел вести себя так... Только... После... Того... Как вы... С ним... Эээ... Познакомились... Например... Что... Да... Здесь конечно... Есть над чем подумать... Я имею ввиду... Может быть... Вы его... Как-то вот... Как-то вот... Эээ... Простимулировали... На то, чтобы... Так себя вести... Может быть мужчины думают, что... Так оно будет лучше... Ну... Ну... Я имею ввиду... Для него... Допустим... Может быть мужчина... Эээ... Ещё... Что-то... Эээ... Думает... То есть... Я здесь... Здесь я не могу ничего сказать... Ну... Вот... Но... 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 Поздравитесь понять... Что раздражает... Именно раздражает... Эээ... В... Вас... Его поведение... Это означает, что... Вы испытываете... Подобную реакцию... Вы испытываете подобное... Эээ... Подобное чувство... А значит... Значит... Вам... Нужно разобраться... С причиной... Его появления... Этого чувства... Возможно... У вас... Есть... Завышенные ожидания... Ну... В этом... Нет... Ничего плохого... В завышенных ожиданиях... То есть... Они есть... Завышенные ожидания... Вы имеете право... Эти ожидания... Эээ... Как бы... Иметь... Вы имеете право... Эээ... Хотеть чего-то... Но... Опять же... Это не означает, что мужчина должен... Эээ... Делать... Как-то так... Как вы хотите... Это не означает... Напротив... Отношения... Между двумя людьми... Строятся на том... Что люди принимают друг друга... Вы его не принимаете... Это ваше право... Но... Ладно бы... Если бы... Если бы вы его просто не принимали... Ну... Например... Там... Я не знаю... Эээ... Делали бы вид... Что вам... Неприятно просто... Что вы не считаете... Что мужчина должен... Так себя вести... И демонстрировали бы... Бы ему это... Но не стыдились... Не раздражались... Потому что это ваше чувство... Но вы стыдитесь... И раздражаетесь... И поскольку мужчина ведет себя... Как ребенок... А вас это раздражает... Я полагаю... Что вы... Подавляете в себе... Своего ребенка... Подавляете свои... Эээ... Свои желания... Свои потребности... И ведете себя... Не свободно... Старайтесь... Вести себя... Излишне правильное... Излишне... Выверенное... Излишне... Рафинированное... И так далее... Вы думаете... Валерий... Это здорово... Вы думаете... Валерий... Это хорошо... Вы думаете... Это делает вас счастливой... Мне кажется... Судя по всему... Нет... Мне кажется... Нет... Но... Опять же... Эээ... Когда вы говорите... Что он... Часто ведет себя... По-детски... Это оценочное осуждение... То есть... Он глупо шутит... Это тоже... Оценочное осуждение... Потому что... Эээ... Юмор... Воспринимается... Эээ... Очень индивидуально... Ну... А то... Что вы говорите... Может закрыть лицо руками... И начать... Ээ... Громко изображать... Что он плачет... Так это может быть... Просто... Какое-то представление... Это может быть... Просто позорство... И так далее... А... Особенно... Такое поведение... Меня коробит... Когда мы находимся... В компании друзей... Опять же... Меня... Коробит... Ну вот... Понимаете... Да? Вас коробит... Почему коробит? Какое отношение... К тому... Что вас коробит... Имеет молодой человек? Вы же приняли его... Таким... Как он ест? Если приняли... Значит любите... Если любите... Значит любите его... Вот таким даже... И если вас коробит... То... Нужно именно вам... Рассмотреть... Вашу историю жизни... Начиная... С детско-родительских... Отношений... Чтобы понять... Чем вызвано то... Что вас коробит... Чтобы понять... Что это не от молодого... Человека зависит... Это не он... Вызывает в вас... Такие реакции... А вы... Реагируете... На его поведение... Именно так... И только вы... Знаете... Но не осознаете... Пока... Причины... Того... Того... Почему вас коробит... Так... Когда мы сдаем... Он... Он... Чаще другой... Но бывает и... Такой же... Да... Вполне адекватный... Остроумный... Увереннее что ли... Хотя дурацкие выходки... А... Вроде изображения плача... Иногда... Проискакивают... А что плохого то в этом... Я не знаю... И... Вы говорите дурацкие... Почему дурацкие... То есть... Оценочное суждение вас... Ну... Не нравится вам... Это... Ну и что... То есть... Если вы просто считаете... Как бы... Хладнокровно считаете... Что человек ведет себя не так... Как должен вести себя... Тридцатилетний мужчина... Ну... Просто не нужно с ним быть... И все... Если вас... Если вас... Именно негатив это вызывает... То у негатива есть причины... А... Я не понимаю... В чем причина... То ли он действительно такой... То ли тут вроде защитной реакции... Это просто его не уверены в себе... На самом деле это не важно... На самом деле это не важно... Знаете... Эээ... Этот человек такой... То есть... Это он... Даже если это защитная реакция... Это все равно он... Ну... Просто потому что он... Эээ... Выбрал... Эту защитную реакцию... Да? Он не выбрал... Например... Обратиться к психологу... Там... Или того... Чтобы эту защитную реакцию снять... Он выбрал ее... И значит здесь... И сейчас... Это именно такой человек... И вы либо принимаете его... Либо нет... Так... Эээ... Мне очень сложно принять такое поведение... Оно не вяжется с образом 30-летнего мужчины... Но я бы сказал, что у вас есть стереотип... На самом деле... То есть... Эээ... У вас есть... Эээ... Даже... Не стереотип... Может быть... А... Предрассудок... То есть... Эээ... В вашем образе свободный... Мужчина в вашем образе делает то, что он хочет... Мне почему-то кажется, что нет... А... В нем как будто два человека... Один, который мне комфортно... Другой... Эээ... Просто... Четырехлетка в теле взрослого мужчины... Ну так правильно... В каждом человеке есть взрослый... И есть ребенок... И... У этого человека просто может быть... Это развито... Эээ... Более явно... Но именно это позволяет этому человеку... Жить полной жизнью... Чувствовать себя свободным... Не бояться того, что он делает... И так далее... По крайней мере... Так... Это вытекает от того, что вы говорите... Хотя вы и пишите, что... Эээ... С вами он увереннее, что ли... Но... Вы пишите об этом... Об этом не уверены... Я полагаю, что это опять же оценочное суждение. То есть другой... Более адекватно... Это оценочное суждение. Опять же... И... Получается, что вы в мужчине не принимаете... Эээм... Часть. А если вы в мужчине не принимаете счасть... Это значит, что вы его не принимаете. А это значит, что вы его не любите. А это значит, что отношения между вами возможны только по расчету. Вы говорите, один, с которым мне комфортно, это немножечко такое, знаете, потребительское отношение. Вообще, вам самой изначально должно быть комфортно с собой. И, соответственно, нужно что-то сделать для того, чтобы вам было комфортно с собой. Во-вторых, надо, нужно добиться того, чтобы никто вас из вашего комфортного состояния не мог вывести. Никто. И уже потом строить отношения с другими людьми. Так получается, что этот человек ответственен за то, чтобы вам было комфортно с ним. Это не так. Это первое. Второе. Почему вам комфортно с одним человеком и не комфортно с четырехлетним в теле взрослого мужчины? Почему бы с ним не подурачиваться? Почему бы с ним не поплакать? Почему бы не поддержать его игру? Какие блоки стоят на этом пути для вас? Стоит ли мне попытаться поговорить с ним или менять свое отношение к этому? Или, честнее, будет уйти, раз я не принимаю этого? Ну, смотрите, уйти вы успеете всегда, всегда. Это не так, знаете, тяжело. Как кажется на первый взгляд. Правда. Это не так тяжело. Уйти вы успеете всегда. Поговорите с ним. Ну, а что вы ему скажете? Что вы скажете человеку? Вы скажете человеку, что-то типа того, давай меняйся, например. Вы это скажете человеку? Или что? Вы скажете человеку, что вам не нравится? Ну, вы можете сказать ему, что вам не нравится вот, ну, что-то, то-то, то-то, вот, ну, вот, ну, вот, ну, вот, не нравится вам, да, не нравится вам такое его поведение. Можете вы это сказать? Вполне. Можете. Высказать свое недовольство тем, как он себя ведет, вы можете. Потому что, ну, мужчина, он должен быть в курсе, как минимум, того, что с вами происходит. Это так. Ожидать того, что человек сделает для вас то, что вы хотите. То есть, ожидать, например, того, что мужчина, ну, грубо говоря, ответит вам на то, что вы хотите. То есть, ожидать того, что мужчина сделает так, как вы хотите, нет, не стоит. Потому что его право не делать того, что он может посчитать для себя, там, неприемлемым по какой-либо причине, да, то есть, ну, неважно, по какой причине. То есть, поговорить с ним, поговорить именно с ним, вы можете только в том случае, если реально готовы к тому, что он не сделает так, как вы хотите. Вот в этом случае, вы можете, вы можете с ним поговорить. Если же вы поговорите с ним и будете ждать, что он должен сделать так, как вы хотите, то лучше тогда не разговаривать. Вот вообще не разговаривать с ним. А менять отношение свое к этому. Потому что, действительно, есть некоторые такие, ну, достаточно проблемные, конфликтные моменты в том, что я увидел у вас. Ну, то есть, вот, раздражение, да, стыд, отсутствие личных границ, перенос ответственности себя на другого человека. И, наоборот, взять чужой ответственности на себя за другого. Вот, это говорит о том, что, ну, вполне вероятно, что у вас были такие, знаете, либо строгие родители, очень строгие, либо наоборот, у вас родители были чересчур заботливые, чересчур, значит, ласковые, чересчур опекающие, может быть, даже, вот. И, вследствие этого вы и приняли вот такую позицию, что, как бы, ну, гиперопека это одно, да? Да, да, гиперопека это постоянное нарушение личных, личных границ человека. А строгость это его же, опять же, постоянное подавление человека. Ну, того же. Вот. Вот, вот вам из этого и нужно исходить. То есть, как конкретно вы выстраиваете отношения, ну, с другими людьми? Ждете ли вы от них чего-то? Ожидаете ли вы от них чего-то? Того, что, по идее, можете сделать сами? И так далее. То есть, основная цель, основная цель этой ситуации, да? Основная цель это добиться того, чтобы вы не испытывали эмоций негативных от того, значит, что люди что-то делают. Чтобы вы не испытывали от этого эмоций негативных. Чтобы вы просто принимали позицию, позицию человека и, исходя из этой позиции, уже решали, что вы будете делать с этим. То есть, либо я соглашаюсь с ней, и просто веду себя в соответствии с ней. Либо я не соглашаюсь с ней, и иду дальше по жизни. Ну, как бы, недругая у человека, да? То есть, просто не навязываясь ему, и не навязывая ему свою точку зрения. Вот. Смотрите, какая история. То есть, в этой ситуации, в этой ситуации, правильно подметил мой коллега. Когда сказал вам, что нужно обратить внимание на цель. цель, с которой вы отношения эти начали строить, на генезис, на развитие этих отношений в целом, потому что я не думаю, что подобное непринятие человека, поведение человека произошло вот только сейчас. Я думаю, что оно было когда-то, оно имело место быть, вы терпели, либо, ну я не знаю, либо вы терпели, либо есть еще какие-то моменты, короче говоря, вы мирились с тем, значит, что человек вот так вот себя ведет. Ну, то есть, для вас это неприемлемо, абсолютно. Вот. Вы мирились. А мириться, мириться, на самом деле, мириться, именно мириться. Не надо. Потому что любое измерение, оно прощает подавление своих, собственно говоря, желаний. подавление ваших желаний. По сути дела. И получается, что вы таким образом себе вредите. То есть, либо вы терпите то, что вам не нравится. Ну, для чего-то. Либо вы пытаетесь бороться с тем, чего сами хотите в глубине души. То есть, здесь, прежде, чем принимать решение о том, что делать, нужно как следует разобраться с предпосылками. То есть, вот, как это все происходило. Как вы допустили то, что ситуация стала возможной. Вот. Такая. И уже потом можно будет понять, что делать дальше. Вот. Потом уже нужно будет понять, как себя вести. Все это нужно для того, чтобы не завершить каких-то опрометчивых поступков, да, о которых потом вы можете, ну, может быть, стали бы жалеть. Вот. То есть, я надеюсь, что эта мысль вам ясна. Всегда будет возможность уйти. Всегда будет возможность, значит, расстаться с человеком. Всегда будет отдалиться от человека. Что из-за этим проблем на самом деле, ну, в этом проблем не будет. Проблема именно в том, чтобы вы приняли хорошее, взвешенное решение. И чтобы вы находились в гармонии с собой. Вот это, пожалуй, самое главное. И вот для этого, для этого и нужна, нужна вся та работа, да, о которой я говорил. То есть это работа над собственными эмоциями, это работа над стереотипами, это работа над своими своими эмоциями. В частности эмоциями ребенка вашего. Вот. И так далее. И вот только сделав все это, только став свободным, вы сможете увидеть, так а надо-то мне по итогу чего. Чего? Человек отсюда, все-таки. Понимаете? Вот. Вот так. Это будет правильным. Правильно. Самое же самое, ну, если уйти, да, вот если вы уйдете, эм... Ну, выше, наверное, понимает, что... Это мало что изменит. Для вас. Потому что... Конфликт, он... Конфликт, он... Все равно будет. Ну, именно, именно... Конфликт... Он будет. И я полагаю, что... У нас же... Цель какая? Избавиться от конфликта. Я так полагаю. Чтобы... Если бы его не было... Вот. Ну... Избавление от конфликта... Никак нельзя назвать... Эээ... Уход... От... Эээ... Человек. Я думаю, именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Вот. То есть, эээ... Конечно, сначала вы можете поговорить. С... Мужчиной. Высказать... Своё недовольство. Эээ... Ему... Тем, что он делает, например. Эээ... Сказать ему... Что вот... Мол... Так и так мне не нравится. Как всё обстоит, да? Ну вот. И... Послушать, собственно... Свои чувства. Вот. Послушать свои эмоции. Какие они будут... У вас. И уже с этими эмоциями можно будет... А... Что-то сделать. Ну... Поработать. И... Я рекомендую вам... Какое-то время сейчас побыть без молодого человека, да? То есть... Ну, какое-то время с ним не встречаться. Вообще не пересекаться. Да? Тебе... Возможность отдохнуть от него. Немножко. Вот. А потом... Спустя... Какое-то время... Эээ... Встретиться на... Ну, недолгом. Буквально там... Может быть... Три-четыре... Три-четыре дня. А... Вообще не общаться. Никак не взаимодействовать. Просто... Ну, просто пропасть от него. Вот. Вот. И потом, собственно, уже... Ээ... Посмотреть, опять же, на... Свои чувства. Вы поймите, что в этом... Эээ... Вот... Эээ... Самое главное ваше чувство. На самом деле. Вот. А вы для... Своего мужчины пытаетесь сейчас быть родителем. То есть вы переживаете конфликт родителя. По факту. Ребенок не ведет себя так, как он должен себя вести. Ну, по вашему мнению. А он, в общем-то, и не должен вести себя так, как... Эээ... Вы считаете. И получается, что для вас любые любовные отношения, это отношения какого-то вот... Так вот, знаете, либо родительские, либо очень строгие, либо рафинированные, либо расчетливые. Это неплохо, но... Тогда, опять же... А выбор вашего молодого человека как тогда обусловлен? Понимаете? Здесь можно задать такой, довольно житейский вопрос. Вот вы жалуетесь нам на своего молодого человека, но вы же его выбрали сами. Так как? Как вот этот конфликт решается вам? На мой взгляд, это очень важный момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.